Уважаемые любители моих небольших роликов, сегодня у нас ответы на вопросы номер 32. Много всяких вопросов приходит, я постараюсь на них ответить, но если они не совсем глупые, потому что для глупых вопросов существуют школьные учебники, для тех, кто поумнее, существуют студенческие, и только те, которые вне этих рамок, они представляют какой-то интерес. Ну, попробуем рассказать. Значит, первый вопрос действительно интересный. О гематоэнцефалическом барьере при ковиде. Он многократно повторяется в разных вариантах, но суть в том, что, а как на гематоэнцефалический барьер действует заболевание, вот это вирусное, ковид-19. На самом деле здесь довольно много сложностей, и на сегодняшний день в мире известно немного более 200 случаев, описанных и обсужденных, когда люди умирали от ковида, независимо от того, поражены лёгкие сердце, печень, почки или нет. То есть, когда смерть наступала исключительно от повреждения головного мозга. В чём дело? Да, действительно, в некоторых случаях, что связано, как вы понимаете, с индивидуальными особенностями и иммунным статусом человека, и в первую очередь с гематоэнцефалическим барьером, что очень индивидуально, в этом варианте у людей возникает разрушение гематоэнцефалического барьера. И это разрушение довольно неприятное, потому что доступ к крови приводит к тому, что начинает иммунизироваться собственная система организма клетками мозга. Мозг и так у нас забарьерный орган. И так иммунизация при повреждении возникает регулярно. А здесь она массовая. А известно, что если нарушить гематоэнцефалический барьер, где-то в 15-20%, то это может привести к смерти, поскольку начинается аутоиммунный процесс против собственного мозга. Так вот, как я говорил, больше 250 случаев известно. И это очень неприятная картина, поскольку остановить её практически нельзя. То есть, если начинаются такие процессы, то, как правило, смерть наступает исключительно от разрушения гематоэнцефалического барьера и аутоиммунной атаки против собственного головного мозга. При повторных заболеваниях, да, такие уже результаты в мировой литературе есть, существуют осложнения, связанные с сильными головными болями. Сильные головные боли, непроходящие, как правило, бывают при повторных заражениях, но через несколько дней они проходят. То есть, ничего хорошего в этом, собственно говоря, нет. И формы такие, носящие индивидуальный характер, они есть. С этим надо быть осторожным. Значит, всякие есть смешные вопросы. Ну, например, ложь, повторённая тысячу раз становится, правда, нет, никогда не становится. Это в среде популяризаторов. Ложь, повторённая тысячу раз, становится правдой. Обратите внимание, как они сходили с ума по поводу клонирования человека, что оказалось фикцией, неправдой. И даже институт, где, так сказать, клонировали овечку Долли, как вы знаете, снесли и уничтожили. Я уж не говорю про следы и остатки самой овечки Долли. Почему-то она не подверглась сравнительному анализу с своей мамой. Довольно странно, хотя в Англии доказательство того, что вы имеете родственников в этой стране, стоит всего 80 фунтов. Но из тех нескольких сотен миллионов этих денег не нашлось почему-то. Делайте выводы сами. Есть ещё смешные вопросы непосредственно про смех. Значит, природа смеха. Смех – это на самом деле форма смещённой активности. Когда человек находится в парадоксальной ситуации, и ответить ничего не может. Ну, как нормальный пёс, который, как я многократно говорил, хочет утащить бутерброд со стола и бейтс на Казани. Вместо этого начинает остервенело чесать за ухом. Причём стук такой, что может мёртвого поднять. В чём дело? Он бутерброд хочет и боится. Вот смех – это то же самое, но на парадоксальную ситуацию. То есть я подробно как-то об этом говорил, но это предмет для специальной часовой передачи про мозг. Значит, здесь вопрос ещё странный. Я не специалист по космосу. Лунная программа США Липа или нет? У меня спрашивать довольно смешно. Но быстрее всего, конечно, к Луне-то они слетали. Не исключено, что даже садились и взлетали. Хотя это вызывает большие сомнения. Мощность систем, которая использовалась, как-то меня беспокоит. Ну, это пусть наши честнейшие специалисты в области космоса. А то, что кино потом там кубрик мог снять, ну, конечно, там вообще плохо всё с фотографией обстояло в те особенно времена и с кино. Ничего удивительного нет, вполне могло и не получиться просто. Значит, есть вопросы по предыдущему ролику. Я сидел в полной темноте в 11 часов вечера и светила одна лампочка. Я автофокус специально не отключал. Для того, чтобы, господа, типичные тестировщики насладились полностью своей собственной болтовнёй. О том, как замечательные инженеры на различных фирмах, не только Левиц, прекрасно используют овал лица, брови, носы для того, чтобы удерживать автофокус. Автофокус. Да, в сказочном варианте да. Но стоит убрать верхним светом одной лампой глаза, всё заканчивается. Почему-то автофокус по обрису и овал лица не работает. Это как раз яркая демонстрация, то, что болтовня тестировщиков не имеет никакого отношения к реальным свойствам камер. А задача их к разному состоит, чтобы или открыть те особенности, которые камера несёт в себе, не указанные в описании, или показать, что хвалённые системы работают не очень хорошо или, скажем так, недостаточно. Значит, есть вопрос про портреты. Как снимать портреты и прочее. Будет несколько роликов в будущем, правда, не близком, про портретную съёмку. И в течение двух лет должна выйти книга в серии «Искусство фотографии». Портрет «Искусство фотографии». Там всё, начиная с дегеротипов. Как снимать с конкретными, оригинальными снимками, как это делалось, как это делать надо сейчас и чего, собственно говоря, вы хотите от этого самого портрета. Электрическая фотография, она очень хороша тем, что одной кнопкой в компьютере можно всё стереть. Не надо альбомы сжигать, они долго горят. Понимаете, а кто хочет сохранить свою память, тот, соответственно, и ведёт себя. Не по электрическим законам. Часы. Значит, материал, краска. Это обычная, самая тривиальная сосна. А краска американская, которая пропитывает глубоко, она есть. Она дороговато, но я добиваюсь ей примерно эффекта десятилетней сосны. Вот и всё. Ничего там хитрого нет. Значит, есть ещё принципиальные вопросы, интересные. Мне они нравятся. Стволовые клетки и фитальные клетки. Это одно и то же или нет? Да, это одно и то же. Дело в том, что началось всё очень давно. Ещё когда Хинштейн снимал фильм про том, как лечили стволовыми клетками нашего президента предыдущего, я подарил ему книжку. Книжка такая. 1800, по-моему, 95-го или 92-го года, которая называлась «Лечение болезни человека тканями животных». Перевод с немецкого. То есть это с 19 веки, когда ещё не было никакой хорошей биохимии, анализов. Использовали вот так. А у вас печень болит? Ну, давайте сейчас мы от кролика возьмём печень и вам. Смотришь, поможет. Сейчас же, для того, чтобы в фармкомитете зарегистрировать лекарства, вам нужно предоставить его первичную химическую структуру. В противном случае это всё Бог знает, что, а не лекарства. Вы должны знать, что используете. Именно поэтому у меня очень вопрос к лекарствам, которые используются от ковида. Так вот, вот эта вся история с фитальными клетками, она началась ещё в 19 веке и продолжалась долгое время. В Германии её специальная клиника была, по-моему, под Мюнхеном. Известный там был доктор Шмидт, он умер лет 15 назад. Он колол клетки овец, по-моему, ещё кого-то, каких-то животных, леофилизированные, которые он водил, так сказать, омолаживая, в том числе, генерал Фермахта. Ну, чтобы они гонялись за молодыми лыжниками. И они гонялись, если это делать, каждые несколько месяцев, там, с набором таких тканей. Ну, в общем, есть такое в этом, конечно, некоторая ретроградность, поскольку комплекс веществ, которые вам водят, ну, если это мёртвые клетки, то ещё ничего. А потом в Россию привёз доктор Майкл Молнер, чешский, беглец в США, который там занимался пластической хирургией, а потом сюда приехал, и был направлен в центр матери ребёнка Кулакова, где он начал так называемую фитальную терапию. Фитальная терапия, она, так сказать, тоже от всех болезней. У вас чего болит, или вам надо омолодиться, или у вас эрекция снизилась, вот тут-то вам, доктор Молнер. Об этом есть фильм у Хенштейна двухсерийный. Кто хочет, тот найдёт. Но результат оказался примерно тот же. Уж дело совсем затухло, когда на радость английские исследователи, провалившись полностью советской доли, а уже был подписан высочайшими особами указ о выделении денег, они решили перегнать это дело в стволовые клетки. То есть, ну, это опять журналистская липа. Как вы знаете, стволовые клетки кончились так же, как клонирование. Тихо-тихо об украденных деньгах никто не отчитался, и всё это стухло. Ну, есть легковерные люди, которые до сих пор ведутся на такую ерунду. Ну, как АОМММ, всегда ж найдётся любитель. Ну, и по этой причине, как вы понимаете, очень сложно людям, не знающим предмета, не знающим эмбриологии, ограниченности клеточных делений, особенности дифференцировки, которые имеют свои сложные законы, в этом разобраться. Этим пользуются нечистоплотные врачи, учёные, их таких много, вы знаете, кудрявых этих исследователей, которые вам рассказывают массу всяких сказок. К сожалению, если бы это было универсальное средство, оно бы давно процветало бы. А так, за 30 лет этих стволовых клеток и клонирования дело кончилось, как вы видите, ничем. Никаких органов не вырастили, никаких протезов не сделали, и даже симптоматическая помощь, оказывается, на сегодняшний день простыми, известными лекарствами, намного более эффективны. Поэтому, уважаемые слушатели, будьте осторожны в своих страстных желаниях поднять эрекцию или омолодиться. Это может плохо кончиться, то есть, она может поднимется, но очень ненадолго. И заплатить за это придётся очень дорого. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok